Продолжение следует... Уважаемые коллеги, мы выражаем благодарность за участие в наших сессиях и надеемся, что они будут полезными и интересными для вас. Несмотря на сложившуюся ситуацию в России и в мире в целом, мы хотим отметить, что все отделы компании ROG Flow Dynamics продолжают свою работу, в том числе и службы технической поддержки. Поэтому, если у вас возникают какие-либо вопросы, вы всегда можете адресовать их по указанной почте. Конечно же, основным приоритетом является здоровье, поэтому берегите себя и своих близких. Правила проведения вебинаров остались неизменными. Звук будет транслироваться в одну сторону от ведущего. Мы просим всех участников отключить видео для обеспечения высокого качества трансляции. Если у вас возникнут вопросы в ходе выступления, вы всегда можете написать в поле чат. Я отвечу на ваши вопросы после выступления. Так выглядит приложение для проведения вебинаров. В нижней части расположены кнопки включения и отключения звука и вызов чата. Напоминаю, мы с вами открыли четвертую серию вебинаров. Впереди у нас много новых и интересных тем. Пожалуйста, регистрируйтесь и участвуйте. Коллеги, еще раз напоминаю, если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, напишите в чат. На этом организационная часть окончена, и мы переходим к основной части доклада. Благодарю вас за обратную связь. Итак, в данном вебинаре мы рассмотрим с вами возможности T-навигатора с его параллельными вычислениями для работы с Big Data. Вы увидите, как T-навигатор обрабатывает тысячи скважин в одном проекте с впечатляющей производительностью, и как использовать T-навигатор для корреляции геологических скважин и картопостроения можно значительно оптимизировать и ускорить процесс работы с большим проектом с помощью автоматизации и нейронной сети. Наш вебинар состоит из двух основных частей. Это презентационный материал, где мы с вами рассмотрим, что же такое Big Data. И вторая часть, самая интересная, на мой взгляд, это демонстрация работы T-навигатор, а именно модуля дизайнер геологии с огромным массивом данных. И, конечно же, в конце доклада мы ответим на ваши вопросы. Что же такое Big Data? На мой взгляд, только ленивый не говорит о Big Data, но что-то такое и как это работает, такое понимание есть не у всех. Начнем с самого простого – терминология. Говоря по-русски, Big Data – это различные инструменты, подходы и методы обработки как структурированных, так и не структурированных данных, для того, чтобы их использовать для конкретных задач и целей. Сам термин Big Data, либо, если переводить на русский язык, большие данные, вел редактор журнала Nature, Клиффорд Линч, еще в 2008 году, в спецвыпуске, который был посвящен взрывному росту мировых объемов информации. Хотя, конечно, мы понимаем, что сами вот эти вот понимания большие данные существовали и ранее. По словам специалистов, к категории Big Data относятся большинство потоков данных свыше 100 гигабайт в день. Сегодня за этим простым термином скрывается всего два слова – хранение и обработка данных. Итак, Big Data, простыми словами, это социально-экономический феномен, который связан с тем, что появились новые технологии, новые возможности для анализа огромного количества данных. Я могу сказать, что мы все сталкиваемся с Big Data каждый день, начиная с самого утра, когда вы пролистываете любимую социальную сеть за чашечкой кофе или чая или совершая интернет-покупки. Примеров на самом деле вообще множество, как мы каждый день сталкиваемся с Big Data. Big Data в нефтегазовой отрасли – это достаточно новое явление, но стремительно развивающееся не только в нефтяной индустрии. Big Data присутствует, наверное, уже в любой индустрии, как мы уже с вами выяснили, да, это и социальные сети, это и интернет-магазины. На самом деле, когда вы спускаетесь в метро, да, камеры фотографируют ваше лицо, и это тоже вы становитесь частью, ваше изображение становится частью Big Data, которая обрабатывается каждый день. Итак, опрос, проведенный в 2012 году, показал, что 70% опрошенных из нефтегазовой отрасли не были знакомы с этим определением и его применением. А опрос, проведенный в 2018 году, уже показал, что Big Data является одним из трех ключевых направлений развития для нефтяных компаний. Big Data или аналитика Big Data – это новая технология, используемая для обработки больших массивов данных, которые включают в себя шесть основных характеристик. Из названия термина Big Data мы уже видим первую характеристику этого явления, а именно объем, объем набора данных, то есть это огромный объем данных. Вторая характеристика – это скорость, скорость генерации и обработки данных. В последние 20 лет в нашей работе объемы спаженных истемических данных весьма значительно возросли по сравнению с началом 90-х или даже 2000-х. Разнообразие – это следующая характеристика Big Data. Различные скважинные данные, сейсминка, данные по добыче, прогнозные данные. Вы сами видите, сколько данных у вас обычно в проектах для принятия наиболее правильных решений. Четвертым характеристикой является достоверность, и это тоже важнейшая характеристика Big Data. Я думаю, не только в нашей с вами работе, это важная характеристика. То есть смотрите, качество данных и что такое вообще достоверность, да? Это качество данных. Качество данных – это правильный анализ, правильно принятые решения и как следствие лучший результат. Ценность. Какую ценность несут ваши данные в сравнении с вашими инвестициями? Это пятая характеристика Big Data. Давайте посмотрим пример, да? Все мы знаем, что, допустим, 3D-сейсминка – достаточно дорогое мероприятие, но в то же время она дает нам намного лучшее понимание строения нашего месторождения, чтобы построить максимально качественную модель. И, конечно же, сложность. Это шестая характеристика Big Data. Мы все понимаем, что больше данных – больше сложность в обработке, и в хранении, и в работе с данными. Вот сейчас мы с вами рассмотрели шесть характеристик Big Data. Итак, почему Big Data имеет сейчас такое большое значение у всех на слуху, особенно в нефтегазовой отрасли? Давайте немножко вернемся в прошлое. Как мы знаем, первая скважина пробурена была более 170 лет назад. И, как говорит Википедия, в 1844 году под руководством статского советника Василия Семенова и директора бакинских нефтяных промыслов майора Алексеева более чем за 10 лет до пробуривания известной скважины в Пенсильвании началось бурение на месторождении BB Abed. И в 1847 году здесь была пробурена первая разведочная скважина на нефть глубиной 21 метр. Первая в мире современная нефтяная скважина была также пробурена в Азербайджане в период с 1847 по 1848 год. И первая нефть была получена ударным способом с применением деревянных штанг 14 июля 1848 года. Итак, давайте представим, то есть первые данные какие-то были получены 170 лет назад. И, конечно же, их нужно было проанализировать. Смотрите, и для анализа полученных данных использовались, то есть в дальнейшем у нас сформировался традиционный подход, и у нас появлялись данные, и какие-то у нас появлялись базовые знания на основании. То есть чем больше развивалась отрасль, тем у нас происходило больше накопление базовых знаний. И, соответственно, анализ данных происходил на основании накопленных знаний. Как это происходило обычно, да, это все происходило, интерпретация происходила вручную на бумаге. Но шло время, да, появлялись технологии, данных становилось больше, и в начале 80-х и 90-х в нашу жизнь стали входить компьютерные технологии, рабочие станции, ПО для интерпретации, моделирования, расчетов, и стала появляться автоматизация, то есть в том виде, в котором мы сейчас к ней привыкли. И так применение ПО стало стандартным подходом в работе в нефтегазовой сфере. Но со временем данных становится все больше и больше. Пробуривается все больше и больше скважин, становится все больше и больше сейсмических данных. То есть, как мы знаем, сейсмика становится качественнее, соответственно, больше весит. Не только данных становится больше, технологий тоже становится больше. Технологии становятся лучше, становятся производительнее. То есть мы сейчас говорим про, допустим, про кластерные и облачные вычисления. Некоторые ПО сейчас обладают искусственным интеллектом. Итак, технологии становятся лучше, данных становится больше. И если вы заметили, то область базовых знаний сейчас стала не такой большой, как технологии и данные. Что это значит? Это обусловлено тем, что так или иначе человеческий мозг имеет ограничения. Ограничения, которые влияют на производительность и эффективность. Например, геолог может проинтерпретировать 20-30 скважин за день. Для интерпретации 200-400 скважин потребуется неделя, а то и две. Что же нам делать в сложившейся ситуации? Нам нужно сменить парадигму. Нужно пересмотреть наш подход. С подхода, ориентированного на базовые знания, нам нужно сместить фокус на подход, ориентированный на данных. И это то, что сделано большинством ведущих компаний в мире. А именно, применение подхода, ориентированного на данные, для проведения качественного анализа и, как следствие, принятия лучших и правильных решений. Для нас в нефтегазовой отрасли охват огромного количества данных и технологий и сдвиг подхода позволят увеличить и оптимизировать применение мощностей ПО. Например, давайте посмотрим. Нейронные сети появились более 20 лет назад. Но только относительно недавно пользователи начали оценивать реальный вклад и пользу, которую можно извлечь от применения нейронных сетей. Итак, желтый круг показывает нам оптимальное использование всех возможностей, которые есть на данный момент, чтобы увеличить эффективность работы, сократить время затраты и более эффективно принимать решения. На самом деле, будущее уже наступило, оно уже здесь. Большинство ключевых нефтегазовых и сервисных компаний уже используют расчеты на GPU и кластера для расчета. Итак, следующие несколько слайдов дадут вам понимание, почему T-навигатор – это очень правильное решение для работы с Big Data. T-навигатор – это новое слово в технологиях. Как вы знаете, написан на языке C++, поэтому есть возможность распараллельного нерасчета. В то же время он очень легкий, то есть его не нужно устанавливать. Вы можете просто скопировать и запустить .exe файл. С помощью T-навигатора вы можете запустить распараллеливание на кластере. И что очень важно, в T-навигатор есть возможность работы с Big Data, работа с огромным массивом данных в одном проекте. Я уверена, каждый из вас сталкивался с этим значком загрузки данных. Вот такая история может длиться минуту, может длиться 2, 5, 10, в зависимости от того, насколько большие данные вы грузите. По-моему, это не лучшее начало для работы с проектом. Давайте рассмотрим следующий сценарий. У вас есть несколько месторождений с тысячами скважин, и вам нужно сделать очень быструю оценку. Обратите, пожалуйста, внимание на картинку справа. Это очень яркий пример гигантского нефтяного месторождения в Саудовской Аравии, в котором более 3000 скважин. И посмотрите, пожалуйста, за последние 20 лет, как увеличилось количество пробуренных скважин. То есть перед нами отличный пример месторождения, где можно показать работу с Big Data. Итак, может ли ты, навигатор, работать с более чем 1000 скважин? Сейчас мы с вами это выясним. Я думаю, что вы с вами согласитесь, лучше один раз увидеть. И сейчас мы с вами посмотрим проект типа Dome, в котором содержится более 1300 скважин, более 60 отбивок и более 20 типов коротажей. Давайте рассмотрим, сколько времени нужно для открытия проекта. Как мы с вами говорили, D-навигатор очень легкий. То есть программа продукта у вас просто exe-файл, который нужно скопировать и запустить. Обратите, пожалуйста, внимание на очень не только модную, но и полезную, на мой взгляд, опцию смены со светлой темы на темную. Мне, по крайней мере, намного удобнее работать с темной темой. Итак, мы с вами запустили таймер. И сейчас мы с вами открываем проект, в котором, внимание, содержится более 1300 скважин с отбивками и коротажами. Итак, вот нам потребовалось менее 20 секунд, чтобы открыть большой проект. Посмотрите, пожалуйста, все легко и просто визуализируется. В данном случае у нас мы видим 3D-окно и окно корреляции. И сейчас мы с вами посмотрим, как проводить корреляцию с применением нейронных сетей и используя информацию, всю информацию, которая у нас есть. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот сейчас мы очень легко, включив опцию демонстрации информации, проходим по всем скважинам. Напоминаю, их более 1300. Видим информацию по всем скважинам. Все легко и просто. Мы можем визуализировать, посмотреть. Сейчас можно сделать быстрый контроль качества. Обратите, пожалуйста, внимание. Мне очень нравится инструмент интерактивного отфильтровывания данных. Посмотрите, пожалуйста, мы с вами отфильтровали значение на поверхности с помощью интерактивного фильтра. Вернули все обратно. Итак, для проведения корреляции нам нужно создать разрез по скважинам. Напоминаю, у нас в проекте более 1300 скважин. И нам сейчас, по-хорошему, нам нужно с вами создать профиль по скважинам, для того, чтобы его использовать в окне корреляции. Сейчас мы с вами выбираем радиус, рисуем какую-то совершенно рандомную линию. И вот по этой линии мы отфильтровываем те скважины, которые у нас будут отображаться в дальнейшем для нашей корреляции, для проведения корреляции. Еще очень важный момент, который мне бы хотелось отметить, это... Смотрите, да, мы сейчас отфильтровали скважины, включили фильтр. Это те скважины, которые у нас будут участвовать в корреляции. А теперь, обратите, пожалуйста, внимание, сейчас в окне корреляции вы видите все скважины, которые есть в проекте. Это 1316 скважин. Легко и просто прокручиваем. То есть, смотрите, все быстро, просто, без каких-либо заминок. Сейчас мы с вами включим фильтр по тем скважинам, которые мы с вами отфильтровали, для того, чтобы провести корреляцию. То есть сейчас у нас количество скважин изменилось. Их стало порядка 400. Итак, у нас сейчас отображена гамма. Предлагаю изменить шаблон окна корреляции и включить шаблон трипл комбо. Хочу напомнить, что шаблон окна корреляции, да, это что такое шаблон? Это набор кривых, это завивка кривых. Их можно легко передавать между проектами. Сейчас мы с вами настроим окно корреляции. Тоже хотела бы обратить ваше внимание на то, что посмотрите, пожалуйста, все интерактивно, просто. Вы можете просто потянуть за краешек, да, и изменить размер трек. Сейчас мы с вами включили полномасштабный режим. На мой взгляд, это наиболее удобный режим для работы. Если у вас более чем один монитор, конечно же, лучше включать такой режим. Смотрите, сейчас мы с вами выровняем на отбивку. Можно выровнять на другую отбивку. Изменять масштаб, сжимать, увеличивать. То есть, напоминаю, в данный момент у нас сейчас в окне более 400 скважин. Итак, давайте представим, что у нас нам нужно сделать очень быструю оценку, провести очень быструю корреляцию. Сейчас интерактивно мы с вами устанавливаем отбивки для трех скважин. Для четырех, основываясь на гамме. И теперь мы включим инструмент, который называется автоматическая корреляция. На основании этих четырех скважин, на основании гаммы мы запустим процесс автоматической корреляции. И у нас создалась новая отбивка. Обратите, пожалуйста, внимание, потребовалось менее 10 секунд для того, чтобы прокоррелировать более 400 скважин. То есть, это отбивка. Все, вот она у всех скважин. Сейчас мы с вами настроим визуализацию. Конечно же, на эту же отбивку, да, мы можем сделать на нее выравнивание. Еще раз хочу обратить ваше внимание на устойчивость, на вот эту вот феноменальную устойчивость, с которой работает окно корреляции. Следующим у нас логическим этапом является, что на основании отбивок мы с вами, мы визуализируем их в 3D окне. Вот у нас были отбивки, да, которые мы с вами построили, и то, что получили. И на основании их мы построим с вами горизонт. Уносим отбивки, которые у нас получены. Топ-1 результат. И кликаем в создание. Оп, и у нас получился горизонт. То есть можно изменить настройки визуализации. У вас все под рукой. Всегда слева все настройки визуализации. И еще один момент, на который я бы хотела обратить ваше внимание. То есть это, во-первых, у нас есть гамма. И на основании гамма мы вручную проинтерпретируем диск, который будет называться facies. Прорисовываем коды. Определяем, где какая у нас фация. В данном случае это у нас... Мы сделаем это для одной скважины. Обратите, пожалуйста, внимание. Мы это делаем для одной. А потом мы с вами включаем инструмент машинного обучения для предсказания летотипов вдоль стволов скважин. Сейчас мы с вами выберем ту кривую, по которой будет происходить, скажем, наша автоматическая интерпретация предсказания для всех скважин. Напоминаю, мы с вами проинтерпретировали, да, то есть вот эта вот скважина, которую мы проинтерпретировали, она у нас является как обучающей. И сейчас наша задача получить результат для всех остальных скважин. Итак, вот в режиме мы с вами получили непрерывную кривую. Сейчас мы ее превратим в дискретную, да, поменяв шаблон. Сейчас мы с вами меняем тип и меняем шаблон. Шаблон меняется также очень легко. Кликайте правой клавишей мыши по каратажу, выбирайте группу тех шаблонов, да, и выбирайте тот шаблон, который вам необходим. И посмотрите, пожалуйста, на результат, как быстро и просто, да, мы с вами получили интерпретацию. Вообще мне очень нравится в дизайне геологии, да, что все под рукой. Обратите, пожалуйста, внимание на это. Итак, давайте подведем итоги. Как мы знаем, сейчас существует достаточное количество высокопроизводительных программных продуктов, которые позволяют проводить параллельные расчеты. И один из них – это Т-навигатор. В Т-навигатор, как вы уже видели, можно работать с огромными массивами данных, даже несмотря на то, что сам по себе Т-навигатор, еще раз напомню, очень легкий. Напоминаю, Т-навигатор не нужно устанавливать, просто запускайте .exe файл. Мы с вами увидели продвинутые возможности корреляции и картопостроения, которые доступны в Т-навигатор. И, конечно же, нельзя не отметить и не напомнить еще раз о нейронных сетях и машинном обучении, которые можно применять не только для скважинных данных, но и для расчета сейсмических атрибутов. Итак, Т-навигатор – это не просто программный продукт. Это единый программный комплекс, который содержит в себе весь необходимый функционал для полноценного решения ежедневных и нетривиальных задач для инженера, разработчика и геолога. Итак, коллеги, на этом у нас основная часть окончена. Давайте сейчас я посмотрю, какие у нас есть вопросы в поле чата. Так. У нас вопрос от Ивана Мельникова. С увеличением количества кривых, по которым происходит машинное обучение, увеличивается качество результата? Иван, да, конечно, конечно, чем больше у нас вкладных данных, да, и чем больше у вас, допустим, скважин, на которых вы позволяете Т-навигатору провести обучение, да, тем четче у вас будет результат, тем ювелирнее у вас будет результат. Вопрос от Ивана Воронцова используется только нейронные сети или классификаторы типа Random Forest, XBoot тоже? Иван, вот данную информацию мне нужно проверить. Я вам отвечу по электронной почте. Договорились? Дмитрий Ефимов задал вопрос. Может подробнее рассказать про машин-ленинг модели, какие используются, какие возможности по созданию настройки есть? Дмитрий, скажите, пожалуйста, что конкретно вас интересует? Тип моделей? Дмитрий, давайте мы с вами... Ох, и Дмитрий интересует тип моделей изменения архитектуры. Дмитрий, давайте так же мы с вами спишемся и вот более конкретно поговорим про машин-ленинг. Хорошо? Так, и вопрос, когда ожидается релиз версии 20.3? Вопрос от Кирилла Антонова. Кирилл, в самое ближайшее время у нас на сайте будет информация. Пожалуйста, следите. Могу сказать, что в октябре у нас уже будет вебинар, посвященный новинкам. То есть в самое ближайшее время. Спасибо. Вопрос от Романа Афанасьева. Существует ли возможность переноса идеологических моделей из других программ? Роман, конечно. Если у вас есть такая необходимость, мы с удовольствием вам поможем, расскажем, как это сделать. Так что предлагаю списаться после вебинара и обговорить эту тему. Коллеги, скажите, пожалуйста, еще у вас есть вопросы? Давайте тогда договоримся с вами, что если вдруг у вас возникнут вопросы, вы напишите нам. Всем, кому обещал ответить, обязательно ответим сегодня. Продолжение следует...